Китайский народный республик Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и устава Организации Объединенных Наций. Узбекские, кыргызские и таджикские МИДы сделали аналогичные заявления. В связи с развитием ситуации вокруг Тайваня, МИД Узбекистана выражает надежду на скорейшее снижение возникшей напряженности. Узбекистан последовательно поддерживает политику одного Китая, суверенитет, территориальную целостность этой страны в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана. Кыргызская республика поддерживает неизменность своей позиции по тайваньскому вопросу и поддержку политики одного Китая, изложенные во всех основополагающих кыргызско-китайских документах, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана. Таджикистан поддерживает территориальную целостность Китая в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права, сообщается на сайте МИДа Республики Таджикистан. Аналитики отмечают, что, однако, почему-то режимы в странах Центральной Азии совершенно не беспокоятся о соблюдении пресловутого международного права по поводу России, которая в течение десятилетий совершает военные преступления в разных странах под различными предлогами. Они воюют с мирными женщинами, это ж трусос, даже воробьи на людей, извините за выражение, бросают на человека, мирных жителей, вот сидящих по мёд. Это тоже такие же птицы, которые бросают с воздуха на нас едовытые по мёд. Напомним, что Китай является крупнейшим кредитором и инвестором в регионе. Все страны Центральной Азии имеют большие долги перед Пекином, по сути, находясь в экономической зависимости от него. Так, по данным Минфина Таджикистана, от февраля 2022 года на Китай приходится 34% внешнего долга Таджикистана, 1,39 млрд долларов. Задолженность Кыргызстана на июнь 2022 года составляла 1,8 млрд долларов. В Узбекистан за последние пять лет Китай инвестировал более 9 млрд долларов, а госдолг страны перед Пекином составляет 4,2 млрд долларов США. По официальным данным Нацбанка Казахстана на 1 апреля 2021 года, общий долг Казахстана перед Китаем составил 9,7 млрд долларов. Однако, по данным Международного исследовательского центра AidData, лишь в период с 2000 по 2017 год Казахстан занял у Китая 35 млрд долларов США. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы намерены и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров. Казахстан Казахстан